Александр Гольберг Александр Гольберг Александр Гольберг И один из важных вопросов, который нам в начале этого процесса нужно задать, это вопрос о происхождении наших нынешних мыслей, наших нынешних взглядов. Откуда они взялись? Мы уже говорили в одной из предыдущих программ о том, что отчасти наши мысли формируются под влиянием нашей греховной природы. В этом отношении мы все одинаковые, потому что пока мы не уверуем в Ешо, мы хотя думаем каждый по-своему, но с духовной точки зрения наш разум называется плотской. В Писании он так называется. Однако при этом каждый из нас живет в своих обстоятельствах. И внешние обстоятельства, в которых мы живем, то есть семья, в которой мы рождаемся и растем, и культура, и общество, в которых мы воспитываемся и живем, они влияют на нас очень сильно. И особенно сильно они влияют на нас в детстве, когда мы еще как глина, которую очень легко можно слепить, так, как этого захочет ваятель. Например, наши родители, наша семья, их пример это очень сильная штука. Мои дети, например, когда были совсем малышами, очень любили примерять нашу с женой обувь. Дочь надевала ее туфли, сын в мои ботинки. Сыном это вообще было очень смешно наблюдать, как малыш сует свои маленькие ножки в моей ботинке 48 размера. У меня 48 размер. Но это то, что мы все делаем в детстве. Мы примеряем роли папы и мамы. Мы играем в эти игры, в роли, списанные с их поведения, с поведения родителей. Они являются нашим самым первым и самым сильным авторитетом и примером для подражания, основным примером для подражания, пока мы дети. Мы в детстве автоматически усваиваем их ценности, их привычки. И, конечно же, это тоже относится к обращению с деньгами и к отношению к деньгам. В детстве в семье мы можем услышать, например, такую фразу «по приходу и расход». То есть, дескать, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Как будто это преподносится иногда так, как будто это непреложный закон, с которым ничего не поделаешь. Как закон гравитации остается просто смириться и принять, что вот жизнь устроена так. То есть, отложить ничего нельзя, потому что так думают папа с мамой, так они говорят и так они, соответственно, и живут. Просто пример. Другой фактор, который сильно влияет на наше формирование, это общество, в котором мы растем и в котором мы живем. То есть, мы же с детства смотрим, как ведут себя люди. И очень часто у нас срабатывает стадный инстинкт, мы подстраиваемся под них. Мы хотим делать то, что делают все остальные. Это, на самом деле, очень просто. Это проще, чем пытаться самому думать своей головой. И, кроме того, выделяться из толпы страшно. Если вы пробовали, вы понимаете, о чем я говорю. Ведь если заметят, что ты тут высунулся, то могут по самую шляпку забить. И, как говорится, мало не покажется. Проще и безопаснее быть в толпе незаметным. И быть, как все. И, может быть, те неправильные вещи, которые бывают в нашем отношении к деньгам, они вложены были в нас и семьей, и обществом. И вопрос в том, как это исправить. Но первое, что нужно сделать, на мой взгляд, для того, чтобы исправить, это признать, что неправильные вещи были действительно неправильными. И вот тут бывает одна трудность есть. Потому что, в принципе, признать неправоту нашу нам трудно. Мы грешные люди. В этом и проблема. Но если речь зайдет вдруг о наших родителях, или о нашей стране, в которой мы выросли, или о нашей культуре, в которой мы родились и были воспитаны, то это может быть еще труднее. Потому что я знаю по себе, когда кто-то ставит под сомнение ценности и образ жизни наших родителей, может возникнуть такое чувство, что эти люди покушаются на мою святыню. По этой причине, например, у нас с женой есть железное правило не критиковать родителей друг друга. Опыт Нус научил нас тому, что это никак не созидает ни наши с ней взаимоотношения. И также это не укрепляет мое почтение к ее родителям и ее почтение к моим соответствиям. Однако это не значит, что мы с женой по-прежнему, то есть по-детски, боготворим наших родителей. И по-прежнему безоговорочно следуем их примерам. Потому что мы оба взрослые люди. То есть мы переросли ту фазу, когда все, что говорят папа и мама, это абсолютно истина только потому, что так говорят папа и мама. Мы уважаем своих родителей. Мы любим их. Однако больше мы не считаем их идеальным примером для подражания. Единственным примером для подражания. В чем-то они были и остаются для нас прекрасным примером, но в чем-то уже нет. Теперь мы, когда уже мы выросли и повзрослели, мы способны критически оценить их взгляды. И при этом не терять уважение к ним самим. Мы можем не соглашаться с ними в чем-то, и при этом, простите, по-прежнему любить их и уважать их. Потому что ведь мы любим их и уважаем не за то, что они были идеальны, или они всегда и во всем были правы, а просто потому, что они наши родители, которые родили нас, которые воспитали нас так, как умели, так, как могли, пусть с ошибками, но кто не делает ошибок. Таким образом, для того, чтобы нам начать исправлять наше мышление, в некоторых случаях требуется переоценить то, что в нас было вложено, то, чему нас учили. Это не значит критиковать самих учителей наших. Упаси Боже, это не значит взбунтоваться вообще против авторитетов или кого бы то ни было предавать анафеме. Совсем об этом не говорю. Это значит просто признать человеческую ограниченность тех людей, которые были для нас, или, может быть, даже являются сейчас для нас авторитетами, потому что авторитеты – это хорошо, это нормально и правильно, и они должны быть в нашей жизни, но при этом эти авторитеты – это люди. А как люди все мы ограничены. Это значит признать эту ограниченность и не теряя благодарности за все то хорошее, что мы получили или получаем сейчас, набраться смелости, откладывать в сторону, отфильтровывать то, с чем мы не согласны, то, чего мы не понимаем, более того, то, что мы считаем неправильным. Другими словами, это значит просто повзрослеть и прийти к собственным взглядам и ценностям. Кроме нашей естественной семьи и культуры, на наши отношения вообще к вещам и также, конечно, на наши отношения к деньгам иногда могут влиять наша община и наша религиозная культура, или наша духовная культура, если вам не нравится слово «религиозная». Вообще, на самом деле, между естественными и духовными вещами, по-моему, есть очень много общего. Например, точно так же, как младенец, маленький ребенок все подряд тащит в рот, все пытается попробовать на зуб, точно так же духовный младенец готов питаться любой духовной пищей, то есть любым учением. Об этом апостол Павел пишет в своем послании к Ефесянам. Он описывает там младенцев, как людей, колеблющихся и увлекающихся всяким ветром учения. Подул ветер, и туда и младенец, куда и ветер, туда и он. А почему? Потому что ребенок, он безоговорочно доверяет. Ребенок в семье безоговорочно доверяет родителям, ребенок в духовной семье, безоговорочно доверяет духовным авторитетам. В семье это происходит, например, так. Расскажу, опять-таки, по своему опыту. Моя шестилетняя дочь учится в первом классе. Пару недель тому назад она приходит домой и говорит мне, знаешь, папа, человек произошел от обезьяны. Ну, это не было буквально так, но мы с ней о чем-то разговаривали, она сказала, давай поиграем. И потом в этой игре выяснилось, что, оказывается, человек произошел от обезьяны. Когда я поинтересовался, откуда такие глубокие познания о происхождении рода человеческого, дочка мне сказала, пап, помнишь, вот я когда ставил кофту свою серую, мы с тобой ходили в один класс, и там такая седая тетя. Я говорю, да, помню, очень хорошая тетя. Да, очень хорошая тетя. Вот тогда она нам говорила, что человек произошел от обезьяны. Я с ней согласился в том, что тетя очень хорошая, но при этом тетя ошиблась, потому что Танах нам говорит, что человек произошел немножко по-другому, не от обезьяны. И когда несколько дней после этого разговора, однажды утром, значит, мы собирались, дети собирались в школу, и мы были уже на выходе, она заговорила, дочка, со своим старшим братом, с нашим сыном, о том, как учителя учат в школе, и чему они учат, и она сказала такую вещь. Некоторые учителя учат неправильно. И, конечно, все равно это ее собственный вывод, но я был рад этот вывод услышать, что она поняла, что иногда нужно понять, что не все, что тебе говорят, оно так на самом деле нужно проверить, так это или нет. Конечно, она этому научилась у папы. Папа для нее до сих пор самый большой авторитет. В этом прелесть нашего положения, как родители, что у нас есть влияние от Бога на наших детей, и мы должны его использовать правильно. Но дети есть дети, то есть они не могут сами иногда отличить истину от заблуждения, им самим трудно критически оценить то, что они слышат. И то же самое с духовными младенцами происходит. Иногда у меня создается впечатление, что некоторые люди, которые, как сказано, судя по времени уже должны быть учителями, они остаются младенцами. Я не говорю, что младенцам быть плохо, младенцам быть замечательно, когда тебе по возрасту положено быть младенцем, но иногда приходит время повзрослеть, и иногда этого делать некоторым людям не хочется. Но я понимаю, что когда, может быть, кто-то из вас, слушая сейчас или смотря эту программу, слышит призыв к переосмыслению вашего духовного детства, особенно к тому переосмыслению того, чему вас учили авторитетные люди, которые, возможно, до сих пор являются для вас авторитетом, возможно, вы начинаете возмущаться и подозревать меня в подрывной деятельности, и хотите мне задать вопрос, ты что, хочешь сказать, что нам проповедовали что-то неправильное о деньгах? Как ты смеешь поручить моих учителей? Да знаешь ли ты, кто меня учил? Кто мой пастор? Не какой-нибудь там никому неизвестный, а сам великий такой-то и такой-то. Поймите меня правильно, я не знаю, кто вас и чему учил, я не имею никакого права покушаться ни на какие ваши святыни, потому что я не знаю ничего. Я вам опять-таки расскажу о себе. Скажу только за самого себя. Меня учили много хороших учителей, кто-то лично в качестве, например, пасторя общины, которую я посещал и посещаю сейчас. Я являюсь членом общины, очень благодарен своему нынешнему пастору за его служение, труд и за его учение очень хорошее. Кто-то меня учил через книги и записи, я до сих пор читаю книги и до сих пор учусь. И всем этим людям я навеки вечно и благодарен за все хорошее, что я от них услышал, чему они меня научили и что я получил. Через их служение. Вы никогда не услышите от меня ни одного негативного слова в адрес этих людей, потому что я их люблю, я их уважаю и подчеркиваю благодарен им. Однако, что касается учения о деньгах, то я должен сказать, должен признаться, что в своем духовном детстве я в основном от тех самых учителей, кстати, которые учили на другие многие темы прекрасно, я слышал так называемое Евангелие преуспевания, Что это такое? Это несбалансированное учение, которое появилось в Соединенных Штатах Америки во второй половине 20 века, как реакция на нищету, в которой тогда жили многие евангельские проповедники, пасторы, служители. В то время в баптистских и пятидесятнических церквях в Штатах преобладал черно-белый взгляд на деньги, один из тех, которые мы обсуждали во втором фрагменте нашей передачи о деньгах, вы можете, если не смотрели, посмотреть. То есть, нищета считалась в этих общинах добродетелью, чем-то очень хорошим, или условием добродетели, то есть, только при условии нищеты человек может быть действительно угодным Богу, а служитель евангелия, проповедник, учитель или лидер общины, он должен был ходить, так, условно говоря, в залатанных брюках и пешком ходить. Ну, в крайнем случае, если уж он действительно такой вот достойный, то может ездить на старенькой машине. Но не более того, иначе у него будет большой шанс возгордиться. Вот такое было мнение. То есть, это изначально у людей было совершенно нездоровое отношение к материальным благословениям, неправильное понимание того, что учит нас Священное Писание на эту тему. И в результате что произошло? Если сравнить вот эту вот перемену, которая произошла в Соединенных Штатах с движением маятника, то произошло, следующая вещь произошла. Вот был маятник, который был в одной крайней точке, его отпустили, и он пролетел нижнюю точку, точку равновесия, и улетел в другую крайность. Вот так. Раз и улетел. Была черно-белая картина. Богатство это плохо, нищета это хорошо. Раз. Теперь богатство это обязательно признак, однозначный признак Божьего благословения на жизни человека. Бог тоже вот так вот одним движением поменялся из скряги, он превратился чуть ли не в официанта, который перед вами стоит с ручкой и бумажкой, и вы только ткните пальчиком в меню, и он то, что вы хотите, принесет вам на тарелочке с голубой каемочкой. Мы уже немножко об этом говорили, и если бы в этом только и заключалось учение о преуспевании, Евангелие преуспевания, то не стоило бы повторяться. Но оно на этом не останавливается, оно идет дальше. оно не только открывает нам глаза на то, что Бог хочет сделать всех нас преуспевающими, в каком смысле мы сейчас об этом поговорим, но и показывает путь к этому преуспеванию, конечно, ну а как же, если уже начали говорить о воле Божьей, то нужно уже указать и путь к цели. И если вы хотите, то путь к преуспеванию, который нам предлагает это Евангелие очень простой, вот всего три простых шага. Первый шаг вам нужно привести духовную часть вашей жизни в порядок, то есть вам нужно остаться с грехом, вам нужно начать читать Библию, молиться, ходить в общину, ну и вообще любить Бога и любить людей. Это самое первое и самое важное условие вашего преуспевания. Второе, вам нужно хорошо усвоить закон сения и жатвы. Вам нужно научиться сеять ваши финансы, сеять их в правильную почву, то есть ту почву, которая дает хороший урожай. Вы же хороший фермер, вы же хотите быть как фермер, здесь же у нас язык в Библии как фермерский, такой сельскохозяйственный, сение и жатва. Вот, и более того, написано еще, что кто скупо сеет, тот скупой пожнет, кто щедро сеет, тот щедро пожнет. Вы же хотите пожать щедро, вы же хотите преуспевать. Так вот, чтобы вам преуспевать, чтобы вы щедро пожинали, вам нужно щедро сеять и выбирать хорошую почву для этого. Об этом тоже там есть отдельный разговор, отдельная теория, что хорошая почва, а что плохая. И наконец, вот что касается сеяния и жатвы второго пункта, то нужно еще иногда называть свое семя очень конкретно, то есть вы должны знать, что вы хотите получить от Бога, и когда вы делаете ваше пожертвование, когда вы кладете ваши деньги в корзинку, или когда вы выписываете чек и кладете его в корзинку, вы должны знать, что вот это семя я сею, чтобы получить от Бога то-то и то-то в качестве урожая. То есть надо быть очень конкретным, как фермер. В этом во всем деле это второй шаг сеяния и жатва, вот такая вот технология. И третий шаг к вашему преуспеванию, согласно этого учения, это вера на получение чудесного финансового урожая. То есть урожай не придет сам по себе, ни в коем случае, его нужно пожать, фермер он же не сидит, когда не ждет, когда на него свалится урожай, он выходит на поле и значит пожинает его там, машет косой, машину там пускает, комбайн и так далее. И вот и точно так же и вы должны бодрствовать, молиться, чтобы ваш урожай мимо вас не прошел, тренируйте вашу веру и ждите и ищите, где она, ваша чудесная, подчеркиваю, чудесная говорится, финансовая жатва, чудеса 30, 60 и 100 крат, практически в буквальном смысле слова, можете заняться простой математикой, проще всего умножать на 100, два ноля дописываешь, вот тебе умноженное во 100 крат твое семя, посеянное тобой, вот твоя финансовая жатва, посеял 10 рублей, пожал, добавьте два ноля тысячу, вот ваш путь к преуспеванию, говорят, говорится в этом учении. Оно распространяется уже не одно десятилетие через телевидение, через книги, через интернет, и на конференциях его можно услышать, на обычных собраниях, иногда какие-то фрагментики этого учения слышатся в молитве, или в речах, которые произносятся перед сбором пожертвований, на собрании общины, на обычном, на самом, и это звучит все, конечно же, начало это звучать все на английском языке, как я сказал, в США, а потом это звучало на русском языке, и нынче это звучит также уже и на многих других языках, в том числе и на иврите у нас в Израиле. Что сказать? Я считаю это учение вредным, не только я, конечно, я не один такой, и вопрос, в чем же его вред, в чем же его ошибочность, прежде всего. Во-первых, оно, конечно, преподносит даяние Богу совершенно неправильно, но о даянии мы еще поговорим отдельно, у нас будет отдельный разговор именно о даянии, так что со стократным умножением чуть повременим. Давайте лучше начнем вот с какого вопроса, что же такое преуспевание, о котором говорит это учение. Один из стихов, на которых оно опирается, библейских стихов, это второй стих в третьем послании апостола Иоанна. Там написаны следующие слова, я даже, может быть, прочитаю просто по своему конспекту. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. В английском языке, я говорю об английском, потому что все началось опять-таки с Соединенных Штатов, в английском языке преуспевать это to prosper, и преуспевание это prosperity, отсюда взялось выражение prosperity gospel, Евангелие преуспевания. Человек, который читает английский перевод Нового Завета, видит это слово там, открывая третий Иоанн, так же, как мы в русском языке видим слово преуспевание по-русски. И можно сказать, а в чем же тогда проблема? Ведь слово есть в тексте Нового Завета. Что же такого небиблейского-то в этом учении преуспевания? Неужели Бог не хочет, чтобы мы преуспевали? Я не говорю, что Бог не хочет. Я просто хочу понять, что именно Бог подразумевает, говоря преуспевать. Если посмотреть в словарь английского языка, то преуспевание оказывается связано практически железно с богатством. Например, онлайн-словарь Мерием Уэбстер дает такое определение преуспевания. Это состояние успеха, являющееся, как правило, результатом того, что человек сделал большие деньги. Я повторю. Состояние успеха, являющееся, как правило, результатом того, что человек сделал большие деньги. Вот что такое преуспевание в английском или в западном, в американском, в западном, современном смысле этого слова. Другими словами, когда современный американец читает третье послание Иоанна Он думает, что Иоанн молился за то, чтобы Гай сделал большие деньги Гай это тот человек, которому адресовано послание Наверное, Иоанн молится о том, чтобы Гай сделал большие деньги То есть, чтобы стал преуспевающим Так он читает, так он понимает А дальше логика в теологии преуспевания такая Во-первых, такой человек, как Иоанн Ну не мог же он просто так молиться Наверняка он молился о воле Божьей для Гая Значит, его послание не стало бы частью Нового Завета Если бы он вдруг не ту молитву произнес То Бог не допустил бы, чтобы это послание оказалось в нашей с вами Библии Значит, воля Божьей для Гая была здоровье не только душевное и физическое Но также и преуспевание Окей, хорошо, богатство, то есть большие деньги Во-вторых, говорится в учении преуспевания, в этой логике Бог нелицеприятен, мы это знаем, об этом Библия говорит А что это значит? А значит, это вот что Что если чего-то Бог хочет для одного человека То того же самого Он хочет для нас всех Без исключений Бог же нелицеприятен, у Него же нет любимчиков Если Он хочет, чтобы кто-то был богатый Значит, Он хочет, чтобы я был богатый Соответственно, воля Божья для каждого верующего Чтобы мы были все богаты Вот и все, а что тут мудрить? Вот такая логика Иногда, чтобы эту очень хлипкую логику как-то подпереть Установить ее как-то попрочнее Проповедники преуспевания рассказывают о том Насколько сверхъестественно было для них это откровение Это одна из любимых уловок Один из них, например, пишет в своей книге О том, что однажды утром, выходя из дома Он вдруг вспомнил на пороге, что сегодня утром забыл почитать Библию Тогда он взял Библию и открыл ее вот так вот просто наугад Знаете, вот взял Библию, открыл и где откроется У него она открылась на третьем Иоанна И глаза его попались сразу же вот на этот второй стих И в этот момент что-то произошло Он вдруг увидел Он пишет об этом в своей книге Что Бог хочет, оказывается, дать преуспевание не только душе Не только, чтобы мы были здоровы, что Бог желает нам здоровья Он хочет, чтобы мы были здоровы, тот проповедник уже верил Но он вдруг увидел, что Бог также хочет, чтобы мы были преуспевающими То есть, в американском понятии этого слова Богатыми Какое откровение? Он этого не знал Оказывается, воля Божья, чтобы мы были богатыми И он пишет, что это перевернуло всю его жизнь Вопрос в том, в какую сторону Я знаю по собственному опыту Что Бог действительно иногда Говорит с нами таким образом Что какой-то стих Он вдруг оживает для меня Это не обязательно, что я открыл Библию наугад Я могу ее читать И вдруг, дойдя до каких-то слов Я просто У меня возникает чувство, что эти слова Они сейчас являются личным Словом Бога ко мне Так бывает, когда Я, может быть, что-то забыл Какую-то истину Или не понимал Или Бог хочет обратить на нее Мое особое внимание Так или иначе, это замечательно Я в это верю Со мной такое происходило И происходит до сих пор При чтении Писания Но я знаю вопрос Можно ли на одном стихе Или на двух стихах Вырванных из контекста Делать общие выводы Обо всех верующих И строить учение Доктрину Которая говорит о том Что является нормой Для нас всех Без исключения Без различий Вопрос, конечно же, риторический Делать нельзя Ни один здравый учитель Библии Не согласится С таким обращением С Писанием Но давайте мы вернемся К третьему посланию Апостола Иоанна И попробуем понять Что же на самом деле Имел в виду Его автор Иоанн И, конечно же, тоже Святой Дух Когда Автор Писал свое письмо Гаю Оставайтесь с нами На этот вопрос Мы ответим В следующей части программы Спасибо Спасибо